друзья всем привет меня зовут либо мир борода сегодня я хочу показать вам как склеивать два разных куска паракорда вот обычно это делается для того чтобы соединить два разных цвета в одном браслете вот и сразу хочу сказать то что каким образом бы вы не склеивали паракорд уже таким выносливым как бы на разрыв он никогда не будет и как бы вы его от реально не не исхитрялись склеить склеены но место соединения паракорда вам всегда нужно будет прятать в то место которое не поддается сильной нагрузки то есть если это будет какой-то браслет или какое-то плетение все время старайтесь склеенная часть часть соединения прятать туда где не будет прямого воздействия на разрыв или на какое-либо растяжение вот я знаю два способа как можно соединить между собой паракорд одно посложнее второе полегче давайте начнем со сложного сейчас я вам его покажу и так вот у меня есть два куска один черный один синий не знаю видно ли вам цвета но думаю видно вот под таким ракурсом пришлось поставить камеру потому что чтобы это было близко и более менее удобно так что мы делаем берем из одного отреза паракорда достаем внутренние жилы примерно вот сантиметр длиной и отрезаем и потом затягиваем плетку на место чтобы у нас получилось внутри где-то пустой сантиметр может быть чуть меньше берем 2 2 жилу паракорда 2 цвет да и делаем то же самое вот тоже получилось у нас такое отверстие без внутренностей теперь у одной и второй жилы оплетки даже делаем вот здесь вот небольшой надрез где-то дно от расстояния давайте возьмем сантиметр можно набрать чуть меньше здесь сделали надрез и здесь делаем надрезик маленький дальше нам понадобится иголка для плетения что мы делаем мы берем сначала черный цвет паракорда насаживаем иголку и вот здесь видно вставляем в наш надрез вот таким вот образом и продеваем ее сюда почти что до конца вот таким макаром вот а теперь берем этот хвостик и точно так же находим здесь наш надрез нашу дырочку вставляем иголку в нее и выводим наружу также в итоге у нас получается вот два хвоста пройдет и друг в друга и мы их затягиваем и получаем вот такую канитель то есть у нас за оплетку получается с двух сторон зацеплены наши хвосты теперь мы их просто обжигаем чтобы они у нас не не болтались разные стороны сейчас попробую с камеры не очень удобно это все делать но как-нибудь сейчас мы это сделаем вот аккуратно обожгли прижали кончики сейчас здесь с этой стороны также сделаем и по серединочке получается вот такой вот у нас место соединения можно чуть-чуть поближе делать надрезики чтобы не было такого большого отреза как бы даст как сказать таких больших соединительных соединительной поверхности что ли вот слова никак не могу подобрать короче смысл понятен да то есть один за другой цепляется потом это все опаливается и вот такое у нас соединение а потом мы этот момент куда-нибудь в основу когда мы закладываем в основу паракорда например в основу браслета на первом этапе да когда мы только первые две стропы пускаем отпускаем это где-нибудь вот так вот к началу для того чтобы потом у нас прошла прошли вторые стропы и после чего эту основу мы будем оплетать то есть чтобы на нее не было нагрузки чтобы нагрузка падала все время куда-нибудь ну вот на эту часть а не на эта часть была уже достаточно заплетена чтобы на нее никак нагрузка не падала и тогда у вас его и видно не будет и держаться он будет то есть при плетении при закладывании основы браслета вы вы его будете натягивать при натяжке он у вас не порвется никоим образом а уж при носке при каком-то там использование браслета соответственно лучше пусть этот это соединение будет внутри так с этим соединением понятно давайте придем ко второму варианту еще хочу вам сказать то что если вдруг что-то непонятно всегда можно поставить на паузу отмотать назад и посмотреть еще раз я думаю что всегда все будет так второе соединение смотрите я отрезал на что этот кусочек вот у нас два хвостика делается все очень просто просто берем зажигалку и опаливаем равномерно оба конца только не делайте так чтобы они у вас загорались вот аккуратненько оплавили поставили один к одному так вот ровненько и аккуратно прокрутили получилась такая бздюля я не знаю какой назвать которая также держит наш паракорд опять же если вы будете его рвать вы ее оторвете если вы ее поставите в плетение на место какого-нибудь соединения что она будет переломываться со временем она у вас переломится а если вы ее засунете как я уже показывал предыдущий раз куда-нибудь в основании плетения браслета или в основании плетения темляка то ничего с ней не будет можно наловчиться сделать это более изящно нежели я сейчас вам сделал показала получился такой как бы комочек можно добиваться такого момента чтобы это капельки вообще не было что-то было более изящно красиво и аккуратно сейчас опять же смотреть на все это через объектив камеры не всегда удобно поэтому не всегда сразу все красиво получается собственно вот наше соединение ну и честно вам признаюсь я всегда пользуюсь вот таким вообще стараюсь как бы два разных цвета паракорда не использовать вот если это декоративный браслет то можно если это браслет более-менее который несет какую-то все таки тактическую составляющую то как бы вы ни крутили два отреза паракорда это два отреза паракорда и в какой-то экстремальной ситуации у вас будет два отреза паракорда они как ни один и соответственно если на браслет мы в среднем берем около трех метров тогда мы используем два цвета то у вас будет два полутора метровых даже меньше чуть чем палат полтора метра куска ну и при каком-то использовании важным там или нужном грубо говоря то лучше иметь наверное цельный кусок паракорда нежели два вот но опять же а в декоративном плане как я уже говорил можете соединять кусочки таким вот образом и вплетать не вплетать в те моменты где не будет прямого воздействия на это соединение еще раз повторюсь как бы вы не соединяли красиво это уже не цельный паракорд и он у вас все равно разорвется но сейчас пытаюсь рвать мне нихрена не получается но если очень постараться то все равно он порвется такие дела с вами был любомир борода надеюсь этот ролик был для вас полезен пишите комментарии подписывайтесь на канал пишите вопросы что вас интересует будем записывать еще буду делиться с вами тем что знаю сам до новых встреч